Приветствую вас. Я внимательно прочитал то, что вы написали. Я думал, что, знаете, вот при прочтении вашего сообщения у меня возникло уже не столько ощущение, что вы вот с молодым человеком, ну, чем-то похожи. То есть вот у вас есть некие схожие черты, которые не позволяют вам как-то друг друга дополнять. Я попробую вам пояснить свою мысль более подробно. Вот вы оба, оба отвечаете друг другу дыркально. То есть ему написала какая-то девушка, да, вы взяли свой телефон, начали сами общаться с ним, понимая, я надеюсь, вы понимаете, что конфликт, который у вас, условно говоря, назревал, да, вы лишь только развиваете. Вы больше усугубляете этот конфликт. Таким образом. Вот. Вы, дальше, когда мужчина, значит, приехал к вам, да, когда он приехал, значит, чтобы отдать вам вещь вашу, вы, собственно, тоже ждали от него каких-то, ну, шагов. А он взял на 20 каких-то шагов. В итоге никто из вас ничего не сказал. То есть вы в некоторой степени походите друг на друга на друга. И по этой причине мне думается у вас и конфликт. Ну, если разбирать каждую ситуацию по отдельности, то, понимаете, вас что-то обижает в нем, его что-то обижает в вас и так далее. А вот когда вы перечисляли некоторые вещи, да, вот вы начали перечислять, что ему не нравилось, вы начали перечислять не только, что ему не нравилось, но и что вам не нравилось тоже. А вам не нравилось, по сути, то же самое, что и им. То есть у вас есть вот эта вот, у обоих есть черта, возможно, может быть, это чувство собственничества, может быть, это стремление к лидерству, стремление к тому, чтобы вот, либо все, либо ничего. Но вы похожи. Это факт. И когда у вас возникла ссора, когда у вас произошел конфликт, то нет, мужчина не то, чтобы он перестал хотеть быть с вами, не то, чтобы он хочет, чтобы ваши отношения закончились, нет. Просто он, наверное, ощутил, увидел, понял, осознал, что вы похожи на него немного. И вот это как раз, вот этот момент, момент, что вы похожи на него, его немножечко от вас обдалет, потому что он вас увидел в себя. Заранее прошу прощения, если вам не очень понравилось то, что я говорю, но тем не менее. И это не конец отношений, как таковой, по крайней мере, не конец. Мужчина теперь понимает, что вы похожи на него, и с осторожностью ведет себя с вами. Именно осторожность является его главной характеристикой поведения. Именно осторожность. Не какие-то там мысли. Я вот даже не думаю, что он хочет вам отомстить, если честно. Я думаю, что здесь гораздо все несколько более прозаичнее, что ли, или гораздо более проще. Мужчина просто чувствует, что он в вас видит в себя. И вам нужно понять, наверное, несколько, вот таких, знаете, относительно, ну, по моему мнению, относительно простых вещей. Первое и главное, то, что вам нельзя зеркалить его поведение. Потому что, ну, любое зеркаливание, это, как я уже сказал, приводит к не очень хорошим последствиям. Например, вот, к тому, что вы, ну, друг друга не понимаете, или ждете друг от друга одного и того. Второе, вам нужно для себя решить, вот, чего вы хотите. То есть, если вы хотите отношения устроить, то тогда постарайтесь вывести мужчину именно на, как можно, более откровенный разговор. Потому что, ну, у вас есть очень много недомовок друг с другом. Эти недомовки, они связаны с тем, что вы требуете друг от друга, вот, того, что, в принципе, ну, требовать, как бы, еще рано. Да, и понятно, что и у него до вас были какие-то знакомые. Эти знакомые вот так сразу не уйдут. К сожалению, они будут, да, еще какое-то время в жизни мужчину. И если вы не отдаете себе в этом отсчет, а потому что мужчина ведет себя каким-то образом так же, ну, это очень плохо. Потому что вы действительно можете, вы рискуете действительно его потерять. То есть, главное понять, что люди сближаются постепенно. И это сближение постепенно, оно предполагает свободу, оно предполагает понимание другого человека, оно предполагает оценку его, оно предполагает принятие его таким, какой он есть. Ну, человек, я имею в виду, да, вот. И вот эти моменты вам нужно, ну, желательно, конечно, эти моменты вам нужно желательно осознать. И вот, когда и если это будет сделано, то, по крайней мере, по крайней мере, если шансы, если у него там есть чувства, то, по крайней мере, эти чувства, они получат возможность для своего проявления. А если вы будете продолжать действовать в таком ключе, то мужчина может просто-напросто понять, что вам с ним не по пути. И дело здесь не в том, что вы плохая, не в том, что вы какая-то неподходящая ему. А дело здесь именно в том, что вы слишком похожи. И надеюсь, что вам теперь стало понятно. Надеюсь, теперь вам стало понятно. Я так понял, что вот вы за неделю, вы поняли, что между вами появился роман, и у вас появились уже какие-то там притяжания на него. Ну, даже если это не неделя, а даже если это немного больше, то все равно слишком мало времени еще прошло. То есть вы заостряете излишнее внимание на том, что мужчина делает привычного в своей жизни. То есть вот это он еще не до конца, условно говоря, адаптировался к тому, что у него есть вы. Вы реагируете на это болезненно, вы реагируете на это зеркально, и тем самым не получаете никакого возближения. А отношения не построить без уступок и без каких-то моментов. Что он делает дальше? То есть вот вы пишете, что он, значит, мужчина, он сказал, что он ранит, он вам больше не пишет, но принимал сладких снов. Вы больше ему точно не пишете. Что в этой ситуации нужно делать? Наверное, по моему рассказу, по моему ответу, у вас сложилось такое впечатление, что я советую вам, рекомендую вам бежать и с ним мириться. На самом деле это не так, я не рекомендую вам с ним мириться. Мне хотелось, чтобы вы поняли вот эти моменты для себя, потому что они важны. А именно в конкретной ситуации вам нужно вести себя несколько более, я бы сказал, мудрее. То есть как-как. Вам нужно, в первую очередь, дать немножечко время мужчине и себе. Побыть без него какое-то время. Пусть улягутся эмоции, пусть улягутся обиды, если они есть. Пусть пройдет немножечко времени. И потом, если мужчина слишком горд, чтобы написать вам первым, но вы все равно хотите быть с ним, то напишите ему сами, но напишите ему не в том ключе, что вот вы мирились с ним, да, как вы написали, что я его обняла, поцеловала. Не в этом ключе. Напишите ему позитивно, добросылательно, но аккуратно. Аккуратно, чтобы не выглядеть зависимой от него. Вот вы это сделаете, и по реакции мужчины на вот ваше поведение, вы поймете, хочет он быть с вами или нет. Если и хочет, он даст вам об этом знать, так или иначе. Если не хочет, тогда, что он холодно отреагирует на ваши сообщения. И тогда можно говорить о том, что да, к сожалению, наверное, именно эти отношения у вас завершились. Завершились потому, что, возможно, вы не учли те факторы, о которых я говорил раньше. Ну, ничего страшного. У вас будут отношения ищут. И главное, в них не совершать, ну, знаете, вот таких вот необдуманных ошибочных, немножечко, я бы сказал, шагов. Вообще, главное не спешить. То есть, вот, главное, чтобы человеку было комфортно. Я думаю, что именно так вам нужно поступать. Вот, по первому пункту, который вы написали в моментах, что не нравится мужчине, вы говорите, я выходил гулять с другом, но пошла гулять с другом, так как мне все равно было от него мало внимания. Я пытался вывести его на эмоции. Вот, посмотрите, какая получается ситуация. Я не даром обратил внимание на этот момент. Значит, вы знакомы неделю. В неделю, как вы решили, у вас появился роман. Ну, когда вы говорите мужчине о том, что вы пойдете гулять с другом, вы сами идете гулять с другом, для него это как примет, потому что вы его обманули. И совершенно непонятно, зачем выводить человека на эмоции по истечении всего лишь недели отношений. Ну, зачем? Какие могут быть эмоции за неделю ваших отношений? Только, наверное, обида и недоверие к вам. Что уже на таком уровне, уже по истечении такого времени вы гуляете с другим. А если вам мало внимания от него, так вы лучше честно скажите мужчине, что он хотел бы больше проводить с ним время. И все. Чтобы он знал о ваших потребностях. Не стесняйтесь говорить о том, чего вы хотите. Мужчины иногда этого не понимают. И если вы, вот, в ответ на озвучивание своей потребности, видите, что человека, она, ваша потребность, не волнует, вот тогда да. Да, можно сказать, ну, хорошо. Я изъявил тебе свое желание, ты меня не услышал. Это не означает, что я тебя бросаю, это не означает, что я тебя, там, тебе буду изменять, это не означает, что наши отношения закончены, но поскольку мне внимания мало, я не собираюсь себя им отделять. Ради тебя, ради человека, который не очень-то волнуется о том, чего я хочу. Вот и все. Но это будет честно, это будет правильно. А то, что делаете вы, непонятно, зачем вы хотели после недели отношений выводить человека на эмоции. Зачем? Вот это то, что не очень понятно из того, что вы пишете. В остальном, когда вы говорите, что пригласили его к себе в кабинет, на работу, то когда он пришел, вы меня попросили его уйти, так как ощущали, что, вот, я же на работе. Тут точно непонятно. Ну, вы же представляли себе, наверное, ситуацию, когда вы приглашаете его к себе на работу. То есть, третье, чем пригласить, вы же представляли, как это будет. И если уж пригласили человека, ну, надо как-то вести себя хотя бы в езде. Потому что действительно очень обидно. Тогда вроде бы тебя пригласили, ты наде... ну, пригласил это кто? Женщину, любимую, ну, или девушку, с которой встречаешься, да? Она только угостила кофе и тут же говорит, уходи. Ну, это, легко говоря, неприятно. И вам нужно объяснить эту ситуацию молодому человеку. То есть, ну, пройти, если такая ситуация будет подобна, пройти и сказать, прости меня, я чувствую себя очень неловко в этой ситуации, я не знаю, что так будет, давай мы встретимся попозже. Вот, еще раз меня извини. Но вы почему-то так не сказали? Вы почему-то сказали просто, ну, все, иди. И это тоже непонятно, непонятно. Непонятно, почему вы так сделали. Ну, а в остальном я вам, в принципе, довольно подробно уже все объяснил. Ну, мы на этом можем закончить. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok